Друзья, меня зовут Вадим Серов, мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях и не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Вот непосредственно транспортное средство, где оно располагается, вот комплексы. Здравствуйте. Хотел бы вас поинтересоваться, можно с вами пообщаться? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот данные камеры стоят, которые вот там вами поставлены, так понимаю, правильно? Вами установлены. Скажите, а как можно проверить законность вообще установки этих камер на данном участке дороги? Скорее всего, это все через сотрудников ГИБДД. То есть, нет, а вот по какому-то телефону, либо у вас какие-то документы есть? Да, конечно. Есть какой-то специальный телефон, по которому можно проверить законность установки этих камер? Можете позвонить в центр фото-видео фиксации, узнать. А как узнать телефон, по которому можно связаться? У вас есть такая информация? Сейчас, я послушаю, что у нее не моя машина. Понял. Нет, сейчас нет. Ну, то есть, так, чтобы, допустим, гражданин проезжал, остановился где-то вот на борту автомобиля, было написано, такой информации у вас нигде не содержится, то есть вы не подготовлены в этом плане? В автомобиле личные. Личные автомобили? Нет. А скажите, каким образом так гражданин может, чтобы лишний раз не подходить там, не интересоваться, каким образом он может вообще связаться и с кем, чтобы узнать законность? Ну, вообще, большинство граждан должны знать, наверное, что это все от центра фото-видео фиксации. Ну, я понимаю, но вдруг стоят какие-то жулики, что-то такое может быть? Ну, к жуликам же можно подойти, правильно? Так вот, и вот понимание того, что по какому телефон можно спросить, поинтересоваться. Ну, вот я, допустим, к вам сейчас подошел, по какому телефону можно? Можно посмотреть в интернете, если сейчас вы не пропустите. Я понял. А, то есть вы, чтобы мне было понимание, у вас нет конкретного телефона, по которому можно узнать, это нужно вам где-то его найти, сейчас зайти на сайт? У нас есть все эти бумаги, но я говорю, машина сейчас для меня подменная. Понял, так. И в данном автомобиле нету сейчас. Обычно у вас какая-то памятка или что? Памятка. Памятка. А что в этой памятке содержится? Номера начальства. Какого начальства? Нашего. Что это за организация? В данный момент ОСПЕКТР. ОСПЕКТР. Это организация, которая занимается установкой комплексов, вот этих передвижных, я так понимаю, но и осуществляет обслуживание их, я так понимаю, да? Сотрудников ГИБДД здесь никакое отношение к этому не имеет? Исключительно центр фото-видеоффиксации. Ну, а они каким образом вообще здесь вашу работу регулируют? Если честно, не знаю, я всего лишь оператор. Я понял. Ну, то есть вы физически сами приезжаете, устанавливаете эти комплексы, смотрите за их, ну, обслуживаете, так скажем, после этого, после смены вы их забираете и отвозите куда? Обратно в центр фото-видеоффиксации или к вам в этот спектр? Нет, не в спектр, в специально отведенное место. Но это где находится это место? Это центр фото-видеоффиксации или ваша организация? Я не знаю. Ну, вот вы отвозите лично. Ну, не конкретно в центр фото-видеоффиксации. То есть это вот отношение имеет к вашей организации, вы отвозите эти комплексы? Я не знаю, вы такие вопросы задаете. Ну, вы же физически отвозите их сами, правильно? Отвожу. А куда? Я отвожу их в конкретное место, правильно? Ну, что за место это? Вам адрес назвать? Нет, нет, ну, что за место? Как называется организация, которую вы отвозите? Я не знаю, мы заезжаем, там специально... Но это не ваш офис спектра, нет? Нет. Это, то есть это какое-то... Это не офисное здание. И не государственное? Опять же... А кто принимает? У вас же кто-то принимает? Начальство наше, да. А, ваше начальство. То есть это не сотрудник полиции, правильно я понимаю? Нет. Понял. Так, ну и самое главное, то есть, получается, фактически человек не может проверить законность, пока не узнает ваш телефон. Ну, точнее, не обратится к вам, и вы ему не подскажете, там памятку не дадите. Почему же? Есть все документы, это все, конечно же, есть. У вас на руках все документы о законности установки данных комплексов, правильно я понимаю? Нет, все есть. То есть у вас здесь есть, правильно я понял? Опять же, я просто... Так случилось, что моя машина сломалась. Понял, но нет, ну вы же приехали... Это я согласен. Ну вы же комплексы сюда же загрузили, соответственно, и документы должны быть здесь. Это было рано утром, и у меня... То есть вы, фактически, сейчас находитесь просто со самим комплексом без документов, правильно, на него? Документы на комплексе есть. Да. Разрешение на установку кем выдается? У нас вот так, ну все... То есть у вас на руках они все-таки есть, документы, или нету их? Поверка о приборах есть у меня в данный момент. И все. Требуется разрешение какое-то специализированное от организации какой-либо? Конечно, на обучение все это. Вот, а скажите, у вас с собой это все имеется или нет? В данный момент нет. В данный момент нет. А телефон все-таки... Это нужно обращаться в Центр фото-видео-фиксации или в дежурную часть ГИБДД? Куда это нужно обращаться? Или в вашу организацию? Вообще, вообще, народ звонит в Центр фото-видео-фиксации. И там они могут подтвердить? Конечно. И место дислокации, и оператор, и все это. Я понял. Ну вы обязательно передайте вашему руководству, значит, о том, что пусть они оборудуют таким образом транспортные средства, чтобы человек, проезжая, видел первое, значит, по какому телефону можно связаться? То есть на борту, может быть, какую-то информационную табличку? А как вы думаете, вы бы согласились вешать на свой личный автомобиль какие-то... Пусть выдают транспортные средства для того, чтобы это было корпоративный транспорт, правильно? И на нем указаны все необходимые номера, по которым гражданин может обратиться, и ему укажут законность данных комплексов установки. Я бы не согласился на свою машину вешать. Если бы доплачивали. И вы бы не согласились. Если бы доплачивали, вы могли бы согласиться. Смотрите, нас как работников, народ не особо любит. Я понимаю, согласен. Я, видите, без агрессии подошел, просто интересуюсь. Опять же, я знаю, кто вы, я подписан все это. Смотрите, у меня машина моя личная, на которой я езжу, помимо как на работу, так же по своим делам. Понимаю. Если будут эти наклейки, как думаете, мне от этого станет легче? Легче не будет, и хорошо от этого тоже. Я согласен. Поэтому мы приходим к тому, что это должен быть корпоративный транспорт, который соответствующим образом обозначен на дороге, и на нем имеется информация, содержатся телефоны контактные. Вот это вот к чему должны прийти. А так получается, что ощущение, что какой-то гражданин поставил комплексы и использует их в своих каких-то корыстных целях. У граждан же вот агрессия возникает из-за этого. То именно, что мы со своими камерами. Понял. Вы же сами понимаете, что их президент даже без всего... Ну а скажите, вообще, как вот ситуации, вот если в Центр фото-видеофиксации позвонить, они вот на данном участке как, подтвердят расположение этих комплексов? Конечно. Подтвердят. И... Тут все идет через ГЛОНАСС, через GPS. Скажите, вот я ехал там, я просто резко, я не обратил внимания, был ли там знак? Да, с облички кто-то в видеофиксации. Имеется. Там и там. Имеется, да? Имеется, конечно. Я понял. Теперь это обязательное условие, насколько я помню, чтобы при установке передвижных комплексов они были установлены. Вообще, насколько я знаю, что сейчас, в данный момент, там у них же все спорно. Ну все спорно. Дело в том, что президент сказал, что должны быть... Их нельзя прятать, и должны быть информационные таблички. После этого эта тема поднялась. И опять же, насколько я знаю, это только у нас в городе, так правильно? Именно что, что их устанавливает? Да, везде вот эти... Я могу сказать точно, Москва и Московская область, везде все полностью в соответствии все привели. Это только по регионам, вот все наполовину все сделано. Я знаю, просто на въезде, на выезде большие... Предупреждается, что вообще в городе фиксация ведется. Но тем самым, что это тоже неправильно. Я согласен. Ну и вот это тоже. Ну это, как бы, они стоят, сейчас их видно все это. Народу только от этого, я не знаю, мне кажется, хуже. Они едут, там, ко мне девушка подъезжала, она просто-напросто. Я не знаю, как вам объяснить, но может быть, табличка, ну как вот дом вот стоит. Она ее просто не посмотрела, начала какие-то свои предъявы, все вот это вот. В другом не скажешь. Не, ну вообще, в принципе, ваша работа вызывает немножко агрессию у людей, большинство. Ну, я считаю, это необоснованно. Виновата в этом руководство, в том числе и Центр фото-видеофиксации, и ваше конкретное. Потому что вас должны оборудовать специализированным транспортным средством, чтобы было понятно, что не просто захотели их выставить, а просто потому, что у вас работа такая, вы находитесь в конкретном учреждении. И человек может позвонить по телефону, который указан, ему не нужно лишний раз к вам подходить, да, там, по этому поводу. Он видит на борту, допустим, транспортного средства телефон, связывается, уточняет законность, и все хорошо, слава богу. Спасибо вам, что пошли на контакт, потому что это большая редкость. Я вам руку пожму. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас мы наберем, посмотрим, насколько они контактные вообще, и предоставляем эту информацию. Надеюсь, вообще они отвечают на то. Ваш звонок переадресован оператору. Центр фото-видеофиксации подкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать законы с установки комплекса на конкретном участке дороги? Простите, секундочку. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слышу вас. А вы мой вопрос не знаете, вам не сообщили? Или вам нужно его задать? Не, не сообщили. А кто вы, представьтесь? Меня зовут Григорий Геннадьевич, фамилия Ушканов. Я инженер отдел эксплуатации. Я понял. Скажите, вы не являетесь сотрудником... Я перейду к этому, то есть вы не являетесь сотрудником полиции, правильно я понимаю? Почему же? Являюсь. А, то есть вы сотрудник полиции, правильно я понял? Ну да. Я понял. Меня зовут Серов Вадим Юрьевич. Хотел бы уточнить законность расположения конкретной камеры на определенном участке дороги. Это у вас можно узнать? Ну, в принципе, можно узнать. К вам с такими вопросами редко обращаются граждане. А каком участке идет речь? Ломоносова, 117. Напротив дома Ломоносова, 117. Ломоносова, 117. А какой там комплекс стоит? Криспе. Передвижной коробки. Там их два. Он сегодня так стоит? Ну, вам же должно быть известно. Ну, внимательно, знаете. Уточни. У вас есть какой-то распорядок, какой-то график, какая-то информация? Каждый комплекс устанавливает, в соответствии, здесь очень дислокация. Так, вот по дислокации скажите, как он вообще стоит там? Стоит, конечно. Стоит. То есть, законно, правильно понимаю? Ну, совершенно верно. Скажите, а по какому телефону граждане могут узнавать, значит, информацию получать о законности установки данных комплексов на конкретном участке? По этому телефону? Или же какой-то есть специальный телефон? Да, ну, возможно, по этому. То есть, у вас нет конкретного телефона для таких целей, правильно понимаю? Да и почему? Ну, вот, телефон, вы же позвоните. Ну, да, просто прежде чем к вам попасть, нужно было сначала на одного специалиста попасть, потом подождать какое-то время, а потом только к вам попали. И то у нас как-то вот неуверенность какая-то есть в вашем диалоге. То есть, ну, вы все равно подтверждаете, что он там действительно имеет место быть, стоит и все это законно, правильно понял? Все это чисто информационно. Спасибо большое. Так что, до связи. До свидания. Ну, в общем, как-то так. Бороться с незаконно установленными камерами можно, не нарушая закон. Проверить правильность установки камеры попробовал воронежский активист Вадим Серов. Номер нашел на сайте ГАИ. На ожидание ответа ушло почти в пять минут. По какому телефону граждане могут узнавать, значит, информацию? Возможно, поэтому. По дислокации, скажите, как он вообще? Стоит там? Стоит, конечно. Стоит. То есть, законно, правильно понимаю? Да, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова